Здравствуйте, меня зовут Владимир. Сегодня мы обсудим индустриализацию и великий перелом в эпоху Сталина. Каким образом вообще решали на уровне партии экономические программы? В конце 27-го, там, в 26-м году стало понятно, что НЭПу уже не дано долго жить, а значит нужно проводить индустриализацию. И вот стали решать, какой план выбрать. Был генетический план, которого поддерживались, придерживались Бухарин, Рыков и некоторые ведущие экономисты, вроде Чиянова и Кондратьева. Они говорили о том, что нужно все-таки ориентироваться на реальные ресурсы страны. Потихонечку, полигонечку, повышать налоги на кулаков, использовать какие-то внешнеторговые заимствования. Короче говоря, потихонечку, полигонечку строить индустриальные объекты, но ориентируясь на существующее положение вещей. То есть не форсировать события. Это генетический подход. Сторонники теориологического подхода, там нормальных ученых-экономистов не было, там зато были такие красавцы, как Сталин, Каганович и так далее. Они считали, что ни в коем случае нельзя ориентироваться на то, что есть сейчас. Ведь наша цель находится не в том, что, да, где мы сейчас находимся, а в будущем. Значит, должен быть ТЕЛОС, цель. Именно исходя из тех показателей, которые нам нужны, ну, например, там, выплавить 14 миллионов тонн чугуна через 4 года. Вот. Как это сделать? Непонятно, зачем нужно 14 миллионов тонн чугуна, но вот если такая цифра уже поставлена партией, как выполнить эту задачу? Вот. И такой подход, к сожалению, в итоге победил. Бухаринская группа была окончательно разгромлена, и страна перешла к тотальной плановой экономике. Каким образом нужно было на это деньги собирать? Ну, понятно, что в первую очередь это сельское хозяйство. Необходимо было любыми методами выбить максимальное количество зерна из крестьян. Сделать это на уровне частных хозяйств было невозможно, поэтому начинается коллективизация. Как всегда, Россия традиционно продает свое сырье, пушнину, как в средние века, там, лес, понятное дело, рост налогов, насилие в частности, продажи церковных ценностей. И вот очень обидная вещь. Она не принесла бешеных денег, но это очень обидная вещь. Распродажа коллекции Эрмитажа. Начали распродавать те коллекции, которые стали формироваться еще при Екатерине Второй, при Александре, при Николае Первом. И продали действительно огромное количество шедевров. Единственное, что, может быть, хоть как-то оправдывает советскую власть в этом поступке, это, конечно, не трактора, которые были созданы и не Днепрогресс, а то, что продали их все-таки за большие деньги. Действительно, некоторые картины стоили по полтора миллиона долларов, а на те деньги это были очень серьезные доходы. В апреле 29-го, видите, очередная конференция принимает новый план, который оказывается завышенным по отношению к предыдущему еще на одну пятую, на целых 20%. В этих условиях, разумеется, какие-то разговоры на тему того, что давайте ориентироваться на реальную ситуацию, мы этого не сдюжим, мы это не сможем. Все эти разговоры уже считаются предательством, паникерством. И понятно, что те люди, которые так говорят, были разгромлены. В итоге Бухарин уходит со всех основных постов в правительстве. А вот перед нами как раз Мадонна Альба, Рафаэля Санти, один из шедевров, который был продан, но за большие деньги. По-моему, миллион шестьсот тысяч долларов. Вот сейчас это находится в Национальном музее Вашингтона. Великий перелом. Это концепция Сталина, которую он отразил в своей статье, написанной к 12-летию революции. Великий перелом это вот все отлично. И в промышленности, и в сельском хозяйстве мы смогли переломить ситуацию. То есть мы смогли выйти на принципиально новый уровень организации централизованной экономики, которая позволит нам в кратчайшие сроки обогнать ключевые мировые державы. Вот что такое коренной перелом. НЭПовская модель развития была исчерпана, и главный козырь, главная ставка была сделана. Посмотрите, административная жесткая система, командные механизмы, никаких по сути экономических стимулов, только жесткая принудиловка, энтузиазм, агитация, пропаганда. Вот именно это должно честных коммунистов на селе и честных коммунистов в городе, ну тут горожане и колхозники, заставить идти вперед, несмотря на все невзгоды. План это закон, спущенный сверху, там столько-то тонн алюминия, столько-то тонн пшеницы, столько-то киловатт энергии, вот, ты должен его выполнить, это твой долг гражданский, вот, потому что на самом деле труд в данном историческом этапе не является только правом. Труд это твоя обязанность, потому что это государство пролетариата, и все, кто не трудятся, это по сути иждивенцы, бездельники, и тунеядцы. Можно план, и нужно план перевыполнить, это будет честь, именно с этим связано активное развитие социалистических соревнований. Если говорить про некоторые особенности индустриализации, как она проходила, и что там было сделано, отметим несколько моментов. Жутко завышенные планы, посмотрите, 10 миллионов сначала, по чугуну, потом Сталин от балды берет цифру 17, но сколько в итоге? 6,2. И по всем показателям, практически основным, базовым, первая пятилетка не была выполнена. Но это понятно почему, потому что страна, во-первых, тогда только начинала покорять вот эти индустриальные высоты. Источников доходов было чрезвычайно мало. Своих собственных станков практически не было. Нужно было постоянно заимствовать инженерные решения специалистов и сами станки у кого? У зарубежных партнеров. А отношения с этими зарубежными партнерами очень часто были так себе. Поэтому, по сути, первая пятилетка не была выполнена из-за этих завышенных показателей. Но, конечно, естественно, страна рванула вперед так, как никогда не рвалась. То есть, страна действительно впервые, можно сказать, становилась индустриальной. Хотя, да, до этого весь период была аграрной. В 2,8 раза вырастает рост промышленности, в 4 раза машиностроение, начато строительство полутора тысяч новых предприятий, которые в будущем создадут энергетический, топливный и машиностроительный потенциал нашей страны. В короткий срок была ликвидирована безработица. Понятно, что больше безработицы нет. Все работают на заводах. Многое крестьяне уходят из колхозов и едут в город для того, чтобы примкнуть к рядам пролетариата. В 29-м начинается массовое движение ударников. Одним из первых ударников был рабочий питерского завода Красный Выборжец по фамилии Путин. Он не был родственником нашего действующего президента. Это первый человек, который бросил вызов всему заводу и сказал, что вот наш цех, он бросает вызов вашему цеху, вашему цеху, вашему цеху. Давайте снизим расценки, давайте поставим новые планы и будем выполнять и перевыполнять. И постепенно один цех, другой цех, третий цех. В итоге весь завод Красный Выборжец подключился к этому процессу. Он потом в итоге, конечно, стал ударником коммунистического труда и героем Советского Союза. После этого появились другие движения. Знаменитый Стаханов, который во время второй пятилетки перевыполнил многоразово, перевыполнил план по добыче угля. Вот появляется движение стахановцев, потом были передовики, наставники, многостаночники, 25-тысячники и многие-многие другие категории, так сказать, спортивных, ну как бы спортивно ориентированных рабочих. То есть ты должен обязательно перевыполнить план. Вот. За это тебе, разумеется, даются льготы, дополнительные виды на жилье, какие-то пайки и так далее. То есть понятно, что в принципе это создавало определенную социальную неустойчивость. Большинство рабочих так работать не могло. Ну понятно, что, во-первых, зачастую эти социалистические соревнования, когда речь идет о показных выступлениях, были заранее подготовлены. Но понятно, что даже если это и не так было в большинстве случаев, то это очень сильно подрывает здоровье человека. И не все рабочие могли так работать. Но во многом в результате государственной пропаганды все ориентировались на этих стахановцев и не перевыполнить план считалось как бы в какой-то степени зазорным. Вот этот самый Путин, красный выборжец, Ленинград. Первый ударник Советского Союза. Для стимуляции темпов промышленного строительства применяются различные виды репрессий. Почему? Потому что с точки зрения Сталина, чем ближе мы к коммунизму, а индустриализация ведет к коммунизму, тем острее идет классовая борьба. Нужно изолировать или лучше уничтожить всех тех, кто мешает нам работать. Поэтому здесь как раз начинаются знаменитые дела промышленной партии, дела против известных экономистов типа Кондратьева и Чиянова, знаменитое шахтинское дело и многое и многое другое. Что касается новой прослойки научной интеллигенции, то эти инженеры были выкованы уже в кузнице советских кадров. Это были люди, которые уже разделяли полностью все воззрения Сталина и той псевдоэкономической теории, которую он насаждал. Вот как раз шахтинские вредители. Это город Шахты, это Донбасс. Дело начинается постепенно в 1926-1927 году. В итоге под суд пошло значительное количество важных и крупных специалистов и инженеров. В том числе это было даже несколько иностранцев из Германии. Из-за чего у нас, так сказать, немножко обострились отношения с Германской республикой. Многие были приговорены к высшей мере и многие были из них расстреляны за различные виды вредительства. Современные ученые пришли к выводу, что ни одной настоящей улики в этом процессе не существует. Это все самооговор и компрометирующие свидетельства людей, которые хотят спасти собственную шкуру. Ну, то есть классическая сталинская модель. Личное признание царится доказательств. Если человек признается в том, что он совершил преступление, никаких больше улик и свидетельств искать не обязательно. А каким образом, в ходе каких допросов добываются эти самооговорные доказательства и признания, об этом никто не знал и не писал. Еще немного про специфику индустриализации. Труд заключенных. Посмотрите, уже в 30-м году ОГПУ, то есть, ну, политическое управление, главное, создает систему ГУЛАГа. Государственное управление лагерей, которое щедро раскинулся по нашей родине от Мурманска и до Колымы, от Норильска и до Туркестана. Там трудились заключенные и их трудом создаются важные объекты, например, Беломорканал, канал имени Москвы и так далее и тому подобное. Там, разумеется, активно добывались важные металлы, которых не хватало для индустриализации. То есть, ну, не просто сталь, там, чугун, а вот важные вещи. Молебден, никель, алюминий, вольфрам и, конечно же, золото. Вот. Первая пятилетка, как мы сказали, в итоге не была реализована. Был принят потом второй план, план второй пятилетки, который был все-таки более реалистичен. Вообще даже есть такое понятие мини-неп. Якобы, что вторая пятилетка в какой-то степени все-таки вложила большие средства, чем обычно, в развитие легкой промышленности и питания. Поэтому чуть-чуть полегче стало людям жить, потому что в конце 20-х-то вообще уже выстраивали взголодные очереди в магазинах. С другой стороны, до 35-го года действовали карточки на основные продовольственные товары. Важной особенностью было приоритетное развитие оборонных отраслей. Да, конечно, в третью пятилетку уже все прекрасно знали, что скоро-скоро начнется война. Значит, мы до 60% всех капиталовложений, естественно, идет в самолеты, танки, стрелковое оружие и так далее и тому подобное. Вот плакат того времени. Посмотрите, пятилетний план и какой-то такой недобитый буржуй, ухмыляясь, говорит о том, что, ну, это бред. Не может Советский Союз сдюжить такой план. Посмотрите, что с ним потом происходит через 4 года. Через 4 года, потому что пятилетка делается форсированными методами. Мы делаем пятилетний план за 4 года. Пятилетний за 4. Поэтому, естественно, этот буржуй в шоке видит, как нарождается великая советская промышленность. Цены и сдержки индустриализации довольно высокие. Посмотрите, с одной стороны, создается мощная индустриальная база. Никто с этим никогда и не спорил. Но, с другой стороны, финансирование, в первую очередь, шло в тяжелую промышленность, видимо, предвидя будущую войну. Легкая промышленность, текстильные отрасли и, в первую очередь, пищевая промышленность датировалась по остаточному принципу, в результате чего уровень жизни населения был чрезвычайно низкий. Это, кстати, тоже один из источников доходов. Ведь что такое заработать? Это в том числе и сэкономить. Если ты экономишь на уровне жизни людей, на том, как они питаются, том, как они одеваются, том, где они живут, то, как они одеваются, это, в общем-то, деньги, которые идут тебе в карман на индустриализацию. Так что это тоже способ сэкономить. К концу 30-х появляются неприятные явления, я уже сказал об этом, очереди в магазины. Люди реально сметают тонны мяса, сметаны, консервов, муки, потому что уже вовсю заявил о себе классический порог командной экономики. Дефицит. Вот, что с этим делать? С одной стороны, нарком промышленности говорит, давайте вводить карточки. С другой стороны, вводить карточки, это значит расписаться в том, что экономика не работает. Поэтому карточки долгое время не вводят. В итоге их ввели в 31-м году и отменили в 35-м. Тысячи опытных специалистов, которые работали в наркоматах и предприятиях, были, к сожалению, репрессированы и расстреляны за срыв плановых показателей. Это в итоге привело к тому, что их места заняли карьеристы, которые готовы во всем салютовать Сталину и всегда делать то, что он говорит, подписывать нужные бумаги, писать то, что план выполнен. Но толку от их работы было в меньшее, потому что они были хуже с точки зрения профессионализма. Феномен шарашки. Многие советские конструкторы, ученые, например, Туполев, они просто вынуждены были работать в закрытых лабораториях, по сути, под угрозой заведения уголовного дела. Успехи и противоречия. В 2013 году, если говорить про урбанизацию, численность городского населения, видите, 15 против 85 на селе. Но проходит какое-то время, и мы получаем совершенно другие цифры. Городское 33 и 67 на селе. При Хрущеве-Прибрежневе горожан будет уже больше, чем селян. Значит, страна окончательно превратится в индустриальную. Конечно, переехать в город было очень круто. Это рабочие места, это участие в национальной стройке, это возможность поселиться в каком-то новом жилище, улучшить свои жилищные условия, поступить, в конце концов, в партию, вступить в комсомол, то есть получить возможность подниматься по карьерной лестнице. С другой стороны, чем больше людей кучкуется в городах, тем острее стоит жилищная проблема. Нельзя же всех рабочих поселить в коммуналке, расселенные коммуналке, из которых выгнали буржуев. Тем более, что в этих коммуналках с большим удовольствием живут различные партийные работники. Значит, где будут жить рабочие? Они будут жить в вагонах, в подвалах, они будут жить в каких-то наспех сколоченных деревянных домиках около заводов, они будут жить в бараках и так далее и тому подобное. А впервые более-менее нормальное жилье у советских граждан в массовом порядке появится только при Хрущеве. Ну и карточки, да, вот мы говорим, существуют аж до 1935 года. Если говорить про важные достижения, то это новые отрасли. Авиастроение, приборостроение, станкостроение, машиностроение и так далее. Посмотрите, активно прирастает Сибирь. То, что Ломоносов говорил, Россия прирастает Сибирь. Действительно, видим Кузнецкий, Кузбасс, Магнитогорский, Нижневартовские экономические районы становятся действительно настоящим угольным и металлургическим броском вперед. То есть реально Россия в этих отраслях сильно преуспевает. Уже к концу второй пятилетки по основным показателям мы выходим на второе место после американцев. Но что это за показатель? Это годовой прирост ВВП. Но в абсолютном значении. Если говорить о поголовном ВВП, ВВП на душу населения, то мы очень сильно отстаем от западных стран. Но так было всегда на самом деле. В свое время, когда была мощная индустриальная движуха эпохи Николая II, результаты были такие же примерно. То есть мы выходили на хорошие места. Ну не на второе, на третье, четвертое. По нефти, по чугуну. Но если это разбивать на количество жителей, то сразу ты в рейтинге падаешь вниз. Это значит, что в целом у тебя все круто. Но если спросить конкретно, сколько у тебя, например, резиновых сапог на жителей страны, вот и получится, что на каждого жителя страны приходится одна двадцатая сапога. Не пара сапог, а одна двадцатая резинового сапога. А в ценном, да, очень много сапог. Конечно, очень важен здесь был момент образования. Новые вузы, новые техникумы. Да, подготовлено свыше двух миллионов специалистов по самым различным отраслям. Это новая советская интеллигенция, о которой мы немножечко уже сказали. Численность рабочего класса растет как на дрожжах. Это, видите, 24 миллиона рабочих, которые готовы двигать свою страну вперед. Ну и, наверное, вот под конец один из самых главных символов индустриализации – это Днепрогэс. Днепровская гидроэлектростанция – главный центральный узел всей энергетической системы Украины. Между прочим, тоже вот хороший пример. Строился с активнейшим привлечением иностранных специалистов. Различных буржуазных инженеров. Сами мы такое построить тогда еще не могли. То, что хотелось вам рассказать про индустриализацию, про ее цену и про ее достижения. Спасибо.